Залетела душа в тело, Настрадалась, улетела, Что понять она успела, Посетив всей белый свет. Что ей дни и что ей ночки, До последней самой точки Всё внимание оболочки, А души как будто нет. Здравствуйте! Сегодня мы разбираем главу Талдот, поколение, То есть будущее поколение. Итак, год 2108 по еврейскому календарю. Талдот рассказывает нам историю сыновей близнецов Исака и Рывки, Якова и Эсава, которые борются, начинают борьбу между собой Ещё в утробе матери, в Рывки, внутри. И, по всей видимости, они обречены на столкновения на протяжении всей своей жизни И, как мы знаем, в большой мере в жизни их потомков. Эта глава содержит два больших отрывка, рождение и детство мальчиков, и сцену, в которой Яков по предложению Рывки облачается в одежду Исава и получает благословение от его отца, от их отца Исака, который практически ослеп, в результате практически обмана. Между этими двумя историями мы читаем о Исаке и Рывке, отправившихся в Герар, потому что голодуха настала. И история очень похожа на историю Авраама и Сары в книге «Бытия» в главе Ваера. Единственная большая разница, что здесь мы видим первые образцы антисемитизма, когда царь Авимелех в итоге заявил Исаку, что он слишком богат и слишком успешный, и пускай он уходит дальше, подальше от них, подальше от их государства. Но я не об этом хотел говорить. В этой главе возникает больше вопросов, чем ответов. Например, как мог пророк Исак, сын Абрама, Абрахама, не видеть настоящую душу Исава и попасть в какую-то ловушку этого юнца, он его обманывал, что он такой вот был хороший и любит духовную жизнь и тому подобное, изучает Тору, ловушку, я не верю. Почему возникла вообще необходимость в обмане и лжи? Тоже не совсем понятно. Почему Яков и Ривка в итоге не могли сказать Исаку, что Исав так или иначе продал свое первородство Якову? Это все непонятно. Если Яков олицетворяет добро, а Исава олицетворяет зло, как мог великий патриарх Исак предпочитать Исава, учитывая эти факторы. Мудрецы говорят, что еще до рождения младенцев-близнецов они боролись за два мира. Мир грядущий, духовный мир, который был выбран Исаком, и физический мир, который был в центре внимания Исава. И якобы оба хотели доминировать свой мир и им противоположны так же. То есть они хотели все. Это классическое объяснение, почему у них возникла вражда еще в утробе матери. Захар объясняет, что когда в Торе сказано, и мальчики выросли, это означает, что в духовном плане в них стало проявляться их духовное наследие от их дедушки Абрахама. И фактически Абрам или Абрахам был очень серьезно замешан и активен в обучении мальчиков, потому что он еще был жить, пока они не стали юнцами, уже довольно, ну, тинейджерс. Вот. Был ли Исав злым? Вопрос стоит здесь в том, был ли Исав злым с первых месяцев своей жизни? Как такое могло быть? Конечно, у каждого человека есть свобода выбора, свобода воли, но каждый младенец, он беспорочен. Это младенец, это дитя, оно только родилось, оно ничего не знает, оно, да, окей, у них они специальные дети, они, бесспорно, они что-то знали и что-то видели, это понятно, но в итоге они беспорочны. Если действительно был он злым, как насчет таком варианте его духовного роста и его образования, которое его дед Авраам очень активно участвовал, и даже тот факт, что его отец Исаак предпочитал его и ему брата, то есть он не мог сказать, что он был обиженный ребенок на весь мир, как есть у нас. Мы многие знаем, дети обижены на своих родителей по той или иной причине. Самое интересное, что когда я начал смотреть на все это, я нашел, что Любавический Ребе, который во всем ищет позитивную точку зрения, объясняет это все. И он говорит следующее. Настоящая разница между Яковом и Исааком заключалась в желании Якова развить добродетель, то есть поднять духовный уровень всех евреев еще выше и всего человечества. Первоначально у Исаака цель заключалась в том, чтобы превратить негативную сторону, то есть плохое, зло, или физическое начало, в хорошее, или даже духовное начало. Сделать его положительным. Изначально Исаак был из тех людей, которые борются со всяким злом во всех его формах. И поэтому он, возможно, пытался победить вот эти негативные силы, еще будучи в утробе матери. У него, еще до рождения у него было это преобразующее качество. Он пытался, когда Ривка проходила мимо места, где были идолопоклонники, он пытался выскочить для того, чтобы потащить этих идолопоклонников в сторону кедуша, в сторону добродетелей. То есть изменить негативную силу в позитивную. Как говорит Захар, он пытался направить свое физическое желание, получать, и изменить его на желание отдавать, давать. Это достойный похвалы путь. И, по всей видимости, и это именно то, что видел Ицхак, пророк, видел в нем окончательную возможность достичь намного большего, чем был даже путь Якова и потенциальные способности Якова. Более того, Исаак надеялся, по всей видимости, что двое из них, из них, работая вместе, устранят зло из этого мира вообще и вернут весь мир к чистоте и духовности до греха Адама и Евы. Однако, к сожалению, Исаак начал положительно, но в конце концов ему не удалось, он уступил силам зла. Вместо того, чтобы превратить его в добро, зло одолело его, и он стал сам вот этим злом. Другими словами, согласно каббалистической терминологии, победило его эгоистическое желание получать. Вот когда Бог решил через ривку приложить свою руку и сотворил скрытое чудо, когда им удалось обмануть Исака, который благословил Якова вместо Исаака. Я думаю, что это объяснение немножко более логичное, чем классическое объяснение, которое объясняют детям в Хедере. Итак, зачем это нужно было Богу? Чего хочет Бог? Зачем ему нужно было в этом все вмешиваться? Дело в том, что Бог хочет достичь баланса во Вселенной и любви между людьми. Вот почему он заставил Исака благословить Якова в этом варианте. Почему? Потому что Яков является то, что мы называем линией Тиферет, баланс. Глядя с этой точки зрения, мы внезапно можем увидеть во всем этой, во всей этой истории руку Бога. Почему? Поскольку Авра представляет Хесет, правую линию, которая является любовь, доброта, доброжелательность, положительные чувства. И Сак это является левая линия, Гевура, означает ограничение, силу, порядок, контроль. А теперь Всевышний, понимая, что вот эти две противоположности не могут держать весь этот мир в балансе. Вносит в систему Якова Тиферет. Атрибют Тиферет смешивает этот Хесет и Гевура. Так что надлежащая смесь этих двоих может дать ясное откровение. То есть, она дает Хесет физическим существам. Она дает вот эту смесь контроля и доброты. Другими словами, Тиферет это атрибют, который объединяет благотворный поток Хесет тепла, любви и ограничивающую строгость Гевуры, Гевура. Так что каждое существо получает свою надлежащую меру Божественного Света и жизненной силы. Вот почему Тиферет или Яков также называют состраданием или милосердием, поскольку они позволяют Хесет и Гевуре обуравновешивать друг друга. Так что милосердие Бога может быть в этом варианте принято вот этим ограниченным миром, не прекращая его существование. Потому что Кабала говорит очень четко, когда вначале Свет Бога ринулся в этот физический мир, произошла большой Биг Бэн, Биг Бэн, все взорвалось и осколки души летают по всему миру. Вот мы, наши души являются продолжением вот этих осколков вот этого Света Божьего. Но это другая история. Тиферет это равновесие. И именно здесь, вот по этой линии мир сейчас должен двигаться вперед. И потихонечку, по-моему, мне кажется, я хочу надеяться, он начинает это делать. Посмотрите, благодаря президенту Трампу и угрозе Ирана, ряд арабских государств, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордан, Египет, Иордан, Египет раньше, Судан и даже Саудовская Аравия стремятся улучшить свои отношения с Израилем. Они хотят узнать то, что по-английски называется ноу-хау, как делать, как построить себе жизнь благодаря работе и творчеству, а не полагаться только на нефть, которая в итоге потеряет свою силу, и они это понимают. Потому что мир очень быстро меняет всю систему получения и использования энергии. Исаак и Ишмаил стояли вместе на похоронах Абрахама. В конце концов, Исаак помирился с Яковом тоже. То есть Тора нам говорит, что мир возможен. И основные три религии на этой планете иудаизм, христианство и ислам могут наконец-то обрести мир между ними и построить новый мир после COVID-19, который будет строиться на линии Якова. Тиферет, балансе, шаббат шалом. Залетела душа в тело, настрадалась, улетела, что понять она успела, посетив всей белый свет. Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимала, тело есть хотела спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось, не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает, тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...